Андрей Дементьев, доктор Икрался к дверям гутоперчивый лев. А после, усевшись в двоём у окошка, Серёжка и мама затеяли бой. Был всадником смелым, довольный Серёжка, И маму спасал он, рискуя собой. «Держись!» — кричал мама. «Спешу на подвогу!» И Таня задорно смеялась в ответ. Вдруг холодом сильно пахнулась порога, И в комнату шумно протиснулся дед. «Знакомый старик из соседней деревни!» Метелью запылена борода. «За вами послали, Татьяна Андреевна! У нас на зарече в больнице беда! Хотел поначалу отправиться в город, Довольно дорога туда тяжела!» «Серёжа, ложись! Не балуйся! Я скоро!» Метель за окном всё мила и мила. «Вокруг ни души, Только полночь слепая!» «Да разве кто выйдет в такую пургу?» «Берёзы дорогу саням уступая!» С проселка сошли и увязлись в снегу. Среди этой ночи, холодной и снежной, Ей жутко отстаться с тревогой своей. Сомнения, думы её и надежды Давно обогнали усталых коней. Ночь кончилась, И неожиданным светом Заря разгорелась над краем земли, И видела доктор, как краски рассвета На бледном, на тонком лице расцвели. И женщина вдруг, очень тихо и просто, Спросила у доктора, «Можно взглянуть?» И спал её первенец, Мальчик-курносый. На маму, пожалуй, похоже, чуть-чуть. Татьяна ему улыбнулась устала, Нахлынувший сон, побеждая едва. На вешалке молча пальто отыскала, И долго попасть не могла в рукава. А дома? А дома всё было в порядке. Вошла, и как будто бы прибыла сил. Серёжка сидел на короткой кроватке И молча глаза кулачками будил. Сын обнил её озорными руками, Прижался к груди, как горячий комок. Скажи, ты соскучился очень по маме? А он вдруг слезами ей руки обжёг И обнил её изо всей своей силы. И сердце она в этот миг поняла, Что ночью не просто беду победила, А материнское счастье спасла. Читал Кузьмин Александр Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»